Как вы себя чувствуете? Нормально. Игорь Амельченко работает кондуктором троллейбуса, курсирующего по одному из самых популярных городских маршрутов номер 17, от ЖД вокзала до 15 микрорайона. За день проходят через салон сотни пассажиров, поэтому защитить иммунитет в столь непростой эпидситуации мужчина счел верным решением. Тем более, что в рамках договора между больницами и трамвайно-троллейбусным управлением бригады медиков сами приезжают на предприятие. Сейчас такая обстановка, и вот я решил наконец привиться. Пассажиры у нас всякие ездят, кто чихнет, кто сморкнет, так что прививаться надо. Здоровье, прежде всего, и дороже всего. На фоне сложной эпидемиологической ситуации значительно выросло число сторонников вакцинации, в том числе среди работников ТТУ. Так сегодня подали заявки 52 сотрудника. Перед уколом каждого прививающегося осматривает доктор. Анкетирование, измерение температуры, сатурации и давление. Исходя из анамнеза сотрудника, врач может рекомендовать облегченную вакцину. Вот сейчас я сделаю методвод на одной пациентке, потому что у нее в анамнезе анафилактический шок на пенициллиновую группу. Спутник Лайт, который мы сейчас сделаем, однократная прививка, ей не показано. Будем рассматривать эпивакароны. Выездные вакцинации в трамвайно-троллейбусном управлении проходят дважды в неделю, начиная с весны. Так уже более 75% сотрудников смогли защитить иммунитет без отрыва от работы. Есть и те, кто сделал антивирус повторно, спустя полгода после первого этапа. Персонал готовится к особому режиму, который стартует в регионе с 25 октября, согласно постановлению губернатора, сообщает в ТТУ. Но вместе с тем само постановление подразумевает о том, чтобы граждане находились дома, соблюдали режим самоизоляции, и в связи с этим пользоваться транспортом надо только в случае крайней необходимости. Мы, в свою очередь, тоже наших всех сотрудников, которые будут взаимодействованы с нашими пассажирами, кондукторов, обязываем надевать и маски, и перчатки. Работники городского транспорта просят горожан провести предстоящие недели по возможности дома, а пользоваться транспортом в случае, если другого варианта нет. Это положительно повлияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку и станет действительно эффективной мерой для минимизации рисков распространения инфекции. Гульфия Сафина, Сергей Баскин, Григорий Плешаков. События.